Теплее, чем в теме. Всем привет! Всем привет! И я здесь. Мы идём с Софикой с музыки. Не на, а с музыки. Уже с музыки, с ансамбля позанимались. Девочки, сегодня не снимала. Мне снова сегодня не камильфо. Ну, видишь, начало. Не, я хотела вам парк снять, как тут сделали, но правда уже темнеет. Здесь поставили фонарики. Сейчас вам покажу. Вот такой вот парк. Фонарики поставили. Теперь тут светло, там детские качельки. Ну, видишь, София говорит, давай летом приедем сюда на великах покататься. Тут много дорожек. Мальчик какой-то катается. Ну, темновато уже. Красиво будет снимать, когда будет весна. Всё будет зелёненькое. Так, я снова забыла. Это, по-моему, самшит, да? Лесного, неправильно говорю. Ладно. Много везде эти костики насажали. Мама, можешь немного туда посадить, походить? Софика, я домой хочу. Ну, иди погуляй немножко. Только тут что-то дорожки как-то не сделали проходить. Ну, это не дорожка. Ветер, да, сильно задают, наверное, в камеру. Вот дорожки, видите, тоже тут вроде бы газон, а всё равно ходят на площадку, переходят вот здесь. Неправильно. Ну, там, конечно, есть, может быть... Вот, знаете, как... Ну, не знаю, правда это, неправда. Читала, что в Японии, когда строят, да, ну, дома, новый там микрорайон по-нашему, не знаю как, никогда не ложат сразу тротуар. Дороги делают тогда, когда люди вытоптали дорожки. Кому как удобно ходить. И только потом по вот этим, да, да, тропиночкам, да, вот как удобно людям, значит, так и надо строить дорожки. А у нас нет, об этом не думают. А, я тебя поняла. Вот там натуплено и людям вот, ага, здесь удобно. Здесь удобно, вот так, да, да. Наш ДК, ой, ДК, вот. А это наш дворец спорта, огромный. Я вам уже показывала, может, кто новенький. С этой стороны находится бассейн. Вот это, вот это все бассейн. Но не работает, очень жаль. А ты бы меня сюда водила? Водила бы, я ходила. Я последний раз ходила в 96-м году в бассейн. И после этого уже все. А еще даже Анечки не было. А ты даже взрослая сюда ходила? Да, и маленькая ходила. Кстати, София, я когда была в садике, еще в садик ходила, мне мама водила, мама ходила на группу здоровья, а я в бассейн. И меня здесь научили плавать. Я еще маленькая научилась плавать. С садика уже умела плавать. А ты ты же плаваешь? Да. Блин, жалко, что сейчас... Я плаваю очень хорошо. Так, Женечка пришел с магазина, скупился. Вот тут у нас скупил. Сейчас посмотрим. Молоко, молоко, то, что мне нельзя. Грудинка, сахар, масло сливочное. Не знаю, нормальное масло, кто-то мне писал, испортилось. Нормальное, девочки, масло, хорошее. Сыр. Это так и баловство на видах. Сервилат, колбаска. Это такой вариант перекуса. Вариант перекуса. И сосиски. И сосиски. Все? Все. 189 гривен всего лишь. Да. Это только в одном магазине. Ага, и того. Не знаю, что... 550 гривен, короче, на все прошло ушло. Кошмал, 550 гривен. Не надо что смотреть, слушай, на то ли ты говоришь. Я не знаю. Полтова килограмма, конечно. Не. Вот тебе уже считай. Ну, на тормозок, боже, брать. Цены. Ты такую колбасу не брал. Не плохая, я думаю. Не должна быть. Сервилат, в принципе, хорошая. Но и лучший сорт. Лучший сорт. Почем она? Почем? Посту 50. Посту 50. Ну, ладно. Все. Ну, в общем, как-то так. Как-то так. Жарю просто 255 гривен, ни о чем, да, вот так. Ну, ладно. Девочки, завтрак готовим. Время 12.38. Ну, как обычно. Интервальное голодание. Только, Женя, тебе это не подходит вообще-то. Нет. Я за это вообще не переживаю, между прочим. Я когда захотел, тогда и поел. Тосты жарим. Греночки. Ну, тосты жарим. Женя нарезает нарезочки. Сейчас вам покажу. Короче, я уже так, неаккуратно уже. Ой. Рубаю. Рубаешь неаккуратно? Короче, не буду я делать ни хрена эти самые горячие бутерброды. Чего? Женя хотел сделать горячие бутерброды уже. Ты на колбасу скрывай. Мне не хочется уже колбасу скрывать. Давай я вскрою. Давай я дорежу. Иди жарь. Занимайся. Буду, девочки, жарить. Ой, жарить. Режем. А вам не видно, что я буду режеть. Как сделать? Вот так. Я на окошко поставила. Ой, Женя. Микусика, тебе такого нельзя, зайка. А ну, блин, вот бы попробовать. Да не. Нет, а я хочу сильно тосты с сыром. Один, дай мне тарелочку. Мне надо, давай, горяченький есть. Вот, давай, два. Я хочу сразу, и чтобы сыр расплавил. А, вот так вот? Ну, конечно. Так, а что, я же хотел, да, колбасу положить вообще-то. Это я для себя. Я не буду ни колбасу, ни грудинку. Я ничего не буду. Ты сильно много нарезал. Там, у меня что-то было. Я боюсь такое кушать. Ну, дорезай уже, ладно. Короче, ладно, не надо. Замажешь с ней горячим. Ну, потом, может, вечером сделаешь. Да, надо нарезать. Да, этот кусочек не надо, это много себе. Да, убираем. Все, убираем. Люблю вот так на туз хлебушек, чтобы горяченький и сыр. Ну, сыр, что-то, ну, начинает плавиться. Ну, он, конечно, весь не расплавится. Ну, так мы можем довезти его. Не надо. У нас уже Софик со школы пришла. Приятного аппетита. Софика, макарошки, сосиска, кетчуп. А мы, вот так, сейчас папа ей сделает какао. Все-таки Женя сделал себе горячие бутерброды, захотел. Не себе, а нам. Ну, и вам, и ты покушаешь. Ну, один бутербродик в Софике даже. Я буду вон в своей греночке. Да, ладно, нам приятного аппетита. Все, мы кушаем и убегаем. Встретимся на улице. Да, на окно. Женя говорит, уэстафь окно открытое. Больше комнаты, кажется, да? Ну, так вроде как. Давай закажем вот сюда рулонные вот эти на окошко. Опускать, поднимать и будем. А у бабушки. Да какие у бабушки? Бабушки не такие. Никусь, куда ты лизаешь? Все, Софиечки, давай. Так, я не кофе, пью чай с молочком. Вот, что ее говорит, Никуся. Вот так. Всем привет еще раз. Мы идем с мужики позанимались. Я такая деловая. Всегда позанимались. Я посидела, София позанималась. Запомнила, София, что дома надо делать? Какие упражнения. Так, у нас на улице очень-очень тепло. Так, тепло, сыро, ночью дождь. Даже утром дождик и шел. София в школу по дождю, да, шла? Да. Ну, он такой, не сильно был, но еще. Мама, ты его снимаешь? Ну, я просто снимаю. Идем, невозможно пройти. Везде такая грязь. Нам до Софии КВТБ зайти. Все, все везде в грязечке. Ну, такой ветер тепленький. Весенний, прям весна. Весна на улице. Солнышка нет. Вот дом отремонтировали. Ну, так красивенький. Если бы все так дома сделали, чтобы были не разноцветные, а красивые все. Одного цвета. У нас 30, я 32 дом. Вот этот. Сделали симпатично. Ну, это наша знаменитая девятиэтажка. Которая уже много-много лет. Ну, она не может. Я никто уже понятна, где я разберусь. София, мы там не пройдем. Обходим. Пойдем вот так. Мимо новой почты. Пройдем. Нам еще это не надо. Нет, не надо. Ну, посылки. Ля, оторвали. Теперь Иова-пошта. Новая почта. Нет, мы убрали. А, отпала. Иова. Иова-пошта. Ну, отпала. На улице так хорошо. Прям... Домой. Уроки. Сейчас будем елку разбирать. Мам, мать. Капюшон сдул в ветре. Улетел. Капюшончик. Так, пришли домой. Хотела показать... Я сейчас Микуську буду кормить. Меня спрашивали, сколько... Ну, по весу корм... Ну, даю еды. Я, девочки, не взвешиваю. Я на глаз. Вот нарезала. Сейчас вам ближе покажу. Мясико. И тут... Ну, вот столько. Вот мяса я нарезаю. Сейчас я в тарелочку переложу. Ну, сейчас я нагрею и переложу. Это у меня курочка. Вот сегодня буду и кашу варить. И вот кашки. Ну, смотрите, как... Вот так. Ложка. Ну, это чайная, но она... Ну, с горкой еще. Вот это столько я ей даю еды. Ну, я смотрю... Ну, вот как я ей насыпала. И смотрю, вот она съедает, остается едой. Я как-то вот нашла пропорции. Вот это ее порция. Кормлю три раза в день. Получается, утром она мне в 8 утра кушала. Ну, начало 9-го. Потом в 3 часа дня и уже вечером на ночь покормлю. Ну, 8-9 по-разному. Смотрю, как она просит, не просит кушать. И сейчас сварю кашу. Кашу варю 2 столовые ложки гречки и 2 столовые ложки риса. И отвариваю. Ну, вот такую баночку потом перекладываю, добавляю. Смешаю. Разное мясо. Вот индейку она доела, сейчас курочку кушает. Вот курочку она покушает там пару дней, потом говядину и куплю. Я чередую мясо. Индейку она этот раз как-то не очень ела. Курицу любит. Говорят, от курицы аллергия, но я не вижу, чтобы там высыпала или она там чесалась, нормально у нас. Ну, стараюсь чередовать, одним и тем же не кормить. Ну, вот такая у нее порция получается еды. Сейчас. Чуть-чуть перегрела, пусть подостынет. Лежит уже, ждет, ждет красотка. Она знает, когда ей кушать деревья. Она лежит, наблюдает. Да, да, за тебя рассказывает. Сейчас буду кормить тебя, Микузька. Я творю тебе кашу на вечер. Да, зайдет, потягушки делает. Прибежала. Кушунька ждет, да? Тебе, зяки, кусить хочется, да? Сейчас мама тебе поставит. Давай. Давай, кушунькой. Все, и она сейчас кушает. И будет счастливый ребенок. Пусть кушунькает. Вообще, тоже читала в интернете. По-разному пишут, кто сколько грант дает. Если корм давала я, ей столовую ложку давала корма. Если больше даю, она будет рвать. Ну, как-то подстраиваясь. У всех же собачки разные. Желудки разные. Одни кушают, то другие, то не кушают. У всех по-разному. Наши любят и огурчики, и перчик, и фрукты, и бананчик, и творожок любят. Сейчас сразу поставлю кашу свою. Раньше варила отдельно. Один раз рис варю, она кушает. Потом гречку варю. А потом применилась рис с гречкой. Нормально. Кушает. Все хорошо. Так что пробуйте, у кого там собачки. Ну, кто только купил недавно. Ну, в принципе, щенки, они там по-другому немного питаются. Мы, видите, изначально, как Микузьку купили, кормили ее кормом. До того момента, пока она не заболела, сушка миотит у нее был сложный. Ей, наверное, тяжело было корм кушать. Она вообще отказывалась кушать. Я ее кормила. Все уж, девочки, тарелка чистая. Иди сюда, ротик вытрем. Иди сюда. И я ее перевела. Получается, начала кормом. Ну, мясо варить такое мягенькое. И она быстро поняла, что это вкусно. Иди сюда, Микки. Утрала, девочки. Сейчас я ее. Не любим мы вытираться. Не любим. Ротик надо мыть. После того, как покушунькала. Все? Порядок? Куросо? Кузико накушала? Скажи, мама накусала вкусненько. И у тебя пальмачка такая смесная сегодня. Смесная. Ты вообще смесная. Лохматая такая все. Что ты там ищешь? Мячик твой там где-то. Вот он лежит. Вот там лежит твой мячик. Мячик лежит. Беги. Беги. Все. Тарелочка пустая. Кусочек. Все чистенько. Все съела. Мне надо так, что я вижу, она съела все. Если я ей больше давала, оно потом оставалось. Стоит, засыхает. Потом я убираю его. Мне лучше так. Съела и все. Порядок. Сколько я ледь у Риса положила? Девочки. С вами для лякового? Наверное, две. Потому что я уже закрыла банку. На улице так хорошо. Так дышать было хорошо. Воздух. Приятный. Приятный. Увлажненный. Сейчас промою чуть-чуть. Гречку этот раз купила, как не нравится мне. Что-то грязноватое сильно. Грязноватое. Рис надо, наверное, вообще купить Микузьке другое. Она же кушает наш рис. Тот, что и мы. Камалина. Вкусненький рис кушает. В принципе, пусть кушает. Сколько она там ест? Две ложки-то. Ничем не заправляю, девочки. Бывает иногда, когда у нее был плохой аппетит, я капала и капельку-капельку льняного масла. Можно оливкового. Ну, сейчас она кушает хорошо. И когда варю кашу и мясо, я ничего не солю. Поставлю. Пусть варится. Все. Кашка пусть варится. Женя там ванной этот ремонтирует. Вентилятор. Что-то он ему тарахтит. Мне не тарахтело, а ему тарахтит. И сейчас елку будем разбирать. А? А, он не ремонтирует, а чистит от пыли. Он не поломался. Уточняю. Да я ничего не навожу, ни на какую дезинформацию. Ой, девчонки, вчера в стриме. Это ж надо так. Понапивали шампанского. Не оправдываюсь. Просто варю. Ну, ничего, хорошо посидели. Посмеялись, пообщались, да? Так, все. Ладно, буду я дальше кашку сварю. Пойдем подготавливать коробки, куда, ну, обратно игрушечки убирать. Девочки, ну что, убираем елку, разбираем. У нас елка в этом году стояла, как никогда. Долго. Долго, да. Я снимаю все шарики, протираю от пыли, чтобы были потом чистенькие. Второе февраля, убираем елку. До восьмого марта не достояло. Ну и что? А так красиво стоит, все ли стоит. Настроение новогоднее, да? Настроение новогоднее. Не, сейчас уберешь, места сразу больше будет. Да. Да? Угу. Так, надо доставать коробки. А ты будешь, София, по коробкам все разбирать. Не, я не буду ничего делать. А чего? Я не люблю елку разбирать, я ее люблю наряжать. Наряжать? Шарики уже ты не учишься. Мама, лучше дело, я сейчас ей киню с моим мячиком. Давай. Ничего не будет сейчас? Чем? А если с моим мячиком? С каким? Не надо кидать. Мякусья наелась, хорошо. Играет. София, давай, наверное, вот такие колокольчики. Все, ладно, сейчас надо достать коробку. Коробку достать. Помощница? А что там делаем? Боже, ты только что нормальная была. Что ты уже себе сделала на голове? Ну-ка, Мякусья. Сейчас будем шарики в тубу убирать. Что так темно стало? Вот так надо. Светло, чтобы было. Мякусья, ты мне помогаешь? Достала коробку. Сейчас будем все убирать, разбирать. Помощница, помощница пришла. Да? Самые надежные крепления. Вот эти все современные пересыхают. А наши вот грибочек моего детства. Игрушечка стеклянная. Вон, скрепочку раз надел на елочку. Ничего не пересыхает. Вот, в советское время делали. Тоже красивые игрушечки, правда? Красивые. Нет. Жень, достань эту коробку, пожалуйста. Там половину там было игрушек. Конечно, это мочено не помещается. А вот так вот. Вот эти тоже. А вот так вот. И там тоже. Там, наверное, огоньки будем. Складывать. Они поместятся? Ну да. Боже, сколько тут всего. Барахла. Барахла? Да, барахла. А это баралга. А какое там барахло? А, нет, это барахло. А, вот так было. Все? Да. Остальные там? Да. Вот, на, и это убирай сразу туда сбоку. Все поместилось. Думаю, что не помещается. Все. С трех шариков поломались вот эти верхушечки. А вот эти вот порвались. Порвались. Порвались со всех этих. На эти проволочке. Не надо. Не надо. Ниточку завяжем. Все. Начинаю, начинать. Давай, разматывай. Все. Новый год закончился. Микузька с мячом пристает играть. А у меня, что этот, кофе не пила, утром же чай с молоком пили. У меня так голова. Голова кружки, без слуги, да? Угу. Давление. Ну, я и кушала мало. Я съела бутерброд один и два кусочка сыра. Ну, бутерброд-тост с этим. И Коська гуляет. Боюсь кофе пить. Вдруг снова. Если мне хорошо себя чувствую, мне хорошо сегодня. Наверное, шампанское помогло. Чай пьет, значит. Ну, чай пьет. Ничего. Ну, можно же крепенький покушу. Может, надо было без молока попить. Просто крепенький. Можно заварить в этом кофеварке. Заварить кофе. Ой, чай. У нас же есть хороший чай. У нас много заварного. Ну, давай заварим чай. Давай. Блин, тортика сразу хочется. Лучана сегодня привозили сладости. Вот тортик. София тоже. Мы с музыки идем. Ой, Лучана поехали, свеженькие тортики привезли. Хочется? Банечка прям в нос. В общем, сейчас елочку уберем. И будет у нас много места. Да. Я сейчас веточки повытираю. Мам, мы кумбочку еще передвинем. Да, кумбочку передвинем. Еще туда ее теперь двинем. Микося, Микося. Сейчас я туда тык. Так, ладно, что тогда с вами на сегодня прощаемся. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Все, елку разберем, уберем. Будет красота. Все, пока.